Добрый день, уважаемые гости, участники мероприятия, дорогие друзья. Позвольте 16-е Державенские чтения объявить открытыми. Мы рады приветствовать вас на 16-й, ставшей уже традиционной конференции, которая в шестой раз проводится на гостеприимной земле Республики Татарстан совместно с коллегами из Казанского федерального университета. 16-е Державенские чтения в этом году мы впервые проводим весной в смешанном онлайн-офлайн формате. Безусловно, заявленная тема конференции «Трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях» является своевременной, поскольку мы являемся свидетелями происходящих изменений. События 2020 года стали серьезным глобальным вызовом для человечества. Мировой экономический кризис, внедрение цифровых технологий во все сферы жизни, переход к дистанционному труду и обучению, изменение форм социальных коммуникаций – все это привело к трансформации всех сфер общественных отношений. Пандемия выявила слабые звенья в правовом регулировании, определила вектор правовой модернизации ключевых сфер жизни нашего общества – здравоохранения и образования, и показала, что новый формат общественных отношений требует оперативного изменения законодательства, когда в условиях экономического, социального и политического кризиса необходимо принимать взвешенные, продуманные правовые решения. Перед учеными, практикующими юристами, представителями органов государственной власти стоит задача наметить основные направления совершенствования законодательства, предложить конкретные научно обоснованные решения по преодолению негативных последствий коронавирусной инфекции, сработать и на перспективу, чтобы быть готовыми к возможным подобным угрозам и в будущем. В первую очередь хочется выразить искреннюю благодарность президенту Республики Татарстан, Рустаму Нургалевичу Мениханову, правительству Республики Татарстан, ректору Казанского федерального университета Эльшату Равкатовичу Гафурову и всему коллективу Казанского федерального университета за помощь в проведении и организации международной научно-практической конференции «Державинские чтения». И в дальнейшем мы планируем только развивать наше дальнейшее сотрудничество как в науке, так и в других взаимоинтересных и взаимовыгодных областях. Хотелось бы поприветствовать и поблагодарить за участие в конференции уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека заместителя министра юстиции Российской Федерации Михаила Львовича Гальперина, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Музаева Анзора Ахметовича, заместителя директора Федеральной службы судебных приставов, заместителя главного судебного пристава Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации Захаркину Елену Юрьевну, директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации академика Российской Академии наук, доктора юридических наук, профессора Хабриеву Талию Юруловну. Ежегодно в работе конференции принимают участие известные российские ученые, представители органов государственной власти, практические работники и, конечно же, наши аспиранты, магистранты, студенты и учащиеся колледжи. Отдельно хотелось бы поприветствовать и поблагодарить за участие в державенских чтениях наших иностранных коллег. Международное сотрудничество в рамках конференции расширяется год от года, что вселяет уверенность в актуальности и значимости проводимого нами мероприятия как в России, так и за рубежом. Работа на державенских чтениях организована в рамках шести секций и восьми круглых столов. В этом году тема секции круглых столов акцентирует внимание на самых острых проблемах современной действительности. Отдельные темы конференции будут традиционно посвящены творчеству Гавриила Романовича Державина и его эпохи в зеркале литературной культуры. В 2020 году в Татарстане отмечался 100-летний юбилей образования Татарской автономной советской социалистической республики. Этому событию посвящен круглый стол становления и развития учений о государственности и федерализме к столетию ТССР. Традиционно мы стараемся привносить новые и интересные мероприятия в программу участия студентов конференции. В этом году нами в рамках общих научных мероприятий будет проведена интеллектуальная игра по истории российского государства и права, посвященная Петру I и конкурс судебного ораторского мастерства, посвященный первому российскому министру юстиции Гавриилу Романовичу Державину. Кроме того, для студентов свободное от конференции время, организованные экскурсии и другие познавательные и развлекательные мероприятия. Уважаемые коллеги, я желаю нашей конференции успешной и плодотворной работы. Благодарю за внимание. Слово для приветствия предоставляется президенту республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Мениханову. Добрый день, уважаемые участники конференции. Рад приветствовать вас в Татарстане, на родине выдающегося государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Сегодня мы собрались в стенах одного из старейших вузов России, Казанском университете, чтобы по доброй традиции совместно с Российским государственным университетом юстиции провести державинские чтения. Наследие держания, его литературные и юридические труды важны и интересны для нас с точки зрения развития нашего государства, способов совершенствования правовой системы России, правового просвещения граждан. Сегодня Татарстан – один из динамично развивающихся регионов страны. Реализуемые в республике крупные инвестиционные проекты задают высокий уровень жизни. Большую роль в этом, несомненно, играет наука, правотворческая и правоприменительная деятельность, укрепление законности и правопорядка. В республике сформирована целостная законодательная база, заложившая основы эффективного функционирования всех ветвей власти. При этом в полной мере учитывается многонациональный и многоконфессиональный характер развития Татарстана. Органы власти, институты гражданского общества стремятся обеспечить условия для спокойной жизни и успешного развития республики, в том числе с правовой точки зрения. Этому способствуют и такие мероприятия, как державинские чтения. Дорогие друзья, Кадрель Дуслар уверен, конференция создаст стимула для дальнейшей успешной научной работы и эффективной правоприменительной практики, внесет вклад в правовые и литературные исследования, в том числе работ Гавриила Державина. Желаю всем здоровья и профессиональных успехов. Ихтибарагазычен рахмат, шлэрбезум вулсан. Спасибо. Спасибо большое, Арестан Нургалевич. Слово для приветствия предоставляется ректору Казанского федерального университета Гафурову Ильшату Равкатовичу. Добрый день, Арестан Нургалевич, глубоко уважаемая Ольга Ивановна, добрый день, уважаемые коллеги, участники и гости нашей сегодняшней конференции. Прежде всего, я рад всех вас приветствовать в нашем императорском зале Казанского нашего федерального университета. На нашей встрече хорошо, что мы можем встретиться уже в так называемом режиме офлайн. Всякий раз, когда мы проводили этот форум, он затрагивал актуальные вопросы, способствующие совершенственной правовой системе и создающие стимулы для эффективной правоприменительной практики. Поскольку часть наших участников принимает участие впервые, я позволю себе сделать небольшой экскурс в историю нашего форума. Так, на первых совместных державинских чтениях в 2015 году, то есть на тех державинских чтениях, которые начали проходить уже в стенах Казанского университета, рассматривались проблемы криминализации и декриминализации, вопросы противодействия незаконной миграции и соотношения национального и межкультурного права, правоохранительной деятельности государств, участников стран-содружеств. В 2016-м затрагивались вопросы международного правового обеспечения, развития межгосударственных взаимоотношений, тенденции развития права в новых экономических условиях с учетом национальных интересов Российской Федерации. В этом же году указом президента Республики Татарстан Руслану Нургалевичу Миниханову была учреждена специальная республиканская премия имени Гавриила Державина, в которой ежегодно подостаиваются два лауреата в области литературы и в области юриспруденции. В 2017-м году державинские чтения приобрели статус международной научно-практической конференции, а в 2018-м конференция стала носить тематический характер и сменила фокус с изучением общих проблем права на рассмотрение конкретных его аспектов. Тема сегодняшней нашей конференции, как здесь уже было сказано, звучит как трансформация социальной и правовой действительности в современных условиях, и выбор ее далеко не случайен, поскольку с одной стороны отражает происходящий постпандемический период изменения, а с другой предполагает необходимость осмысления процессов трансформации социальной, правовой, экономической и политической действительности, обусловленных прежде всего внесением поправок в Конституцию Российской Федерации. Проблематика научно-практической конференции нынешнего года достаточно разноплановая. Это и цифровизация правосудия, и искусственный интеллект, безопасность, комплайенс, вакцинация и киберизация, онлайн-образование, удаленная работа и многие другие актуальные вопросы сегодняшнего дня. Многовекторность тем, рассматриваемых на нашей конференции, тоже не случайна. Она напрямую отражает во многом многогранность личности самого Державина, выдающегося общественного и государственного деятеля, действительного статского советника, литератора и поэта. Человека, который, будучи потомком именитого татарского Мурзы, никогда не забывал языки и традиции предков. Гаврил Романович, глубоко интересуясь вопросами генезиса и взаимодействия разных национальных культур России, глубоко осознавал необходимость сохранения национальной идентичности и межкультурного диалога. Поэтому в объявленный президентом Республики Татарстан год родных языков и народного единства мы вновь обращаемся к трудам нашего великого земляка и анализируем их уже сквозь призму современности. Финомен Державина не разделим и с историей Казанского университета. Обращаясь к нашей молодежной части участников, а Ольга Юрьевна их представила, хочу сказать, что Гаврил Романович – прекрасный пример для современного студентства. В нем ярко сочетались мобильная личная инициатива, высокая гражданственность и многосторонний творческий потенциал. С юных лет он с равным успехом проявлял интерес к наукам и гуманитарным, и к точным. И здесь мы вновь, перекидывая мостик в век 21-й, можем провести параллели. Как вы знаете все, 2021 год объявлен в России указом президента Российской Федерации годом науки и технологий, а современные глобальные вызовы, главным из которых оказался вызов пандемии, четко показали колоссальную значимость этих сфер человеческой деятельности. В Казанском университете мы формируем инновационное, высокотехнологичное, междисциплинарное научное пространство для исследователей разных возрастов и находящихся порой на разных континентах для совместного решения важнейших мировых проблем, связанных с безопасностью и выживанием человека. С течением жизни Гавриил Романович Державин становится человеком, по сути, университетом. В его отдых, переведенных на многие языки мира, свободно встречаются поэзия, философия, исторография, политология, этнография. В специальном цикле комментариев к своим произведениям Державин предстает перед нами как опытный экономист, а во множестве записок по разным вопросам общественной жизни как правовед, государственный деятель и нормотворец. В разные годы Гавриил Романовичу приходилось заниматься совершенствованием государственного управления и судебной системы, национальным вопросом и аграрными проблемами, финансовым учетом и проблемами образования. И где бы он ни служил, министром юстиции или оберпрокурором, губернатором или государственным казначеем, он неотступно и с беспрецедентным для того времени упорством отстаивал справедливость и неукоснительное соблюдение законов российского государства. Так, обличение несправедливости, творимой представителями власти, находит удержавенное выражение стихотворения «Радость о правосудии», где поэт прямо говорит о собственном долге государственного служащего, как о великой миссии. Несомненно, именно поэтический дар, родственный в державенском осмыслении пророческому, давал автору основания придавать своей государственной службе столь грандиозное значение, взяв на себя роль учителя своих читателей, настаивая на своем человеческом достоинстве и независимости своего суда над современностью. Державин прояснил тем самым одну важную идею, существенную для дальнейшего развития нашей литературы, идею личной ответственности поэта за свои суждения, личной искренности, правдилости до конца. Согласитесь, коллеги, насколько все это заботнено и для современности. Державин не можно рассуждать долго. Важно главное его значение для истории нашего государства. Дорогие коллеги, участники наших державинских чтений, полагаю, сегодняшняя конференция будет способствовать осмыслению и развитию наследия выдающегося государственного деятеля Гаврила Романовича Державина и станет важным научным событием в жизни участников чтений, внесет вклад в правовые и литературные исследования, создаст стимулы для дальнейшей плодотворной научной работы и эффективной правоприменительной практики. По крайней мере, я надеюсь на это, поскольку все другие предыдущие чтения всегда были таковыми. Желаю всем участникам конференции конструктивной дискуссии, профессиональных успехов, а также найти возможность пообщаться в непринужденной обстановке и поделиться впечатлениями. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ильшат Равкатович. Слово для приветствия предоставляется руководителю Федеральной службы в сфере образования и науки Анзору Ахметовичу Музаеву. Пожалуйста, Анзор Ахметович. Уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемая Ольга Ивановна, Ильша Травкатович, в первую очередь я хочу поблагодарить за оказыванную Федеральной службе честь и за предоставление такой серьезной площадки. Мы будем проводить отдельный круглый стол для обсуждения таких животрепещущих проблем в сфере образования, которые, как правильно заметила Ольга Ивановна, пандемия не только оголила, а не как живой нерв, значит, еще с большей силой вопросы, которые были не урегулированы до конца или урегулированы, но подходы устарели морально, значит, пандемия все это вскрыла, и мы в течение этого года по многим направлениям все, что связано со школой, все, что связано с высшей школой, иногда принимали какие-то серьезные государственные решения на бегу, так скажем, пытаясь к существующей нормативной базе, не нарушая ее, находить все время какие-то выходы из ситуации, но мы четко понимаем, что это были какие-то временные решения, и сейчас пришло время осознать все, что произошло, понять, что мы все-таки перешли, как бы произошел перелет на другую планету, обратно мы не вернемся. И когда несколько лет назад в рамках гильотины правовой было создано много рабочих групп, в том числе одна из рабочих групп сопредседателем является Рособорнадзор, мы до пандемии все эксперты вроде бы говорили об одном, но разговаривали на разных языках, и понимания мы не находили, было очень много споров, дискуссий, да, они были конструктивные, но итога у нас не было. Грянула пандемия, и мы, в отличие от Вавилонской башни, строители Вавилонской башни, неожиданно начали говорить все на одном языке и начали понимать друг друга. И как итог, буквально несколько дней назад во втором чтении приняты поправки, где есть три новеллы, которые всегда беспокоили, просто сотрясали вузовское сообщество, вот неурегулированы эти вопросы, это модель аккредитации, которая сейчас существует, пандемия показала окончательно, что она действительно, мы это признавали раньше тоже в том числе, но она окончательно показала, что эта модель устарела, вот, и мы три новеллы, которые ликвидируют вот эти проблемы, связанные со стрессом, который испытывают высшие учебные заведения, когда наступает процесс аккредитации. Мы вместе с рабочей группой, вместе с экспертами, вместе с вузами, все-таки добились. 30 мая должно состояться третье чтение, закон будет принят, и с 1 марта мы будем жить в ином вообще формате правового регулирования в этом вопросе. Я не буду сейчас полностью рассказывать, как это будет выглядеть, это мы будем говорить на круглом столе, но надо понимать, что мы все-таки уйдем от проверки бумаг к действительно оцениванию качества, которое в стенах вуза оказывается и преподается для всех участников, независимо, бакалавр это или аспирант. Но почему нам важно было эта площадка. Татарстан всегда для федеральной службы, и это Рустам Нургалевич всегда нас просил, если вы что-то начинаете, опробируете, или есть какие-то интересные эксперименты, всегда мы готовы первыми здесь участвовать. Сегодня в рамках круглого стола мы открываем начало, стартуют дискуссии второго этапа. Мы не ждем принятия закона, мы будем обсуждать аккредитационные показатели. Это будет делать или навязывать сверху не Рособорнадзор, не Министерство образования Российской Федерации, а Министерство просвещения. Свои первые драфты, так скажем, свои первые варианты сегодня нам покажут сами ведущие вузы Российской Федерации. Мы с удовольствием весь, все материалы примем к сведению, и в такой конструктивной дискуссии, я надеюсь, в течение следующих таких обсуждений к осени мы примем именно те показатели, которые будут влиять на благо, на улучшение качества российского высшего образования, общего образования. И нам всем с вами не будет стыдно пред следующими поколениями за проделанную работу. Спасибо. Всем успехов в работе. Спасибо большое, Азор Ахметович. Уважаемые коллеги, я хочу объявить о награждениями, ведомственными наградами Министерства юстиции Российской Федерации. Приказом Министра юстиции Российской Федерации медалью Гаврила Державина за эффективное содействие в решении задач, возложенных на Минюст России, награжден ректор Казанского федерального университета Ильша Травкатович Гафуров. Серебряной медалью за содействие награжден первый проректор Казанского федерального университета Риязга Таулович Минзарипов. Слово для приветствия предоставляется уполномоченному Российской Федерации при Европейском суде по правам человека заместителю министра юстиции Российской Федерации Гальперину Михаилу Львовичу. Пожалуйста, Михаил Львович. Спасибо большое, уважаемый Рустам Нургалевич, Ольга Ивановна, уважаемые коллеги. Для меня большая честь выступать на державинских чтениях, я уже был как-то гостем этого мероприятия, мы уже шутили в куларах, что оно каждый год проходит как юбилейное с точки зрения своего размаха. Наверное, для Министерства юстиции, которое я имею честь представлять, это мероприятие имеет особое значение, поскольку, как известно, Державин был первым министром юстиции России, мы в Министерстве юстиции чтим традиции, которые были им заложены, те принципы, в соответствии с которыми он работал. У нас эти традиции чтутся, и мы рады в том, что наши коллеги из Российского государственного университета юстиции, из Казанского привозского федерального университета поддерживают это мероприятие. В связи с этим хотел бы также зачитать приветствие от Министра юстиции Российской Федерации Константина Анатольевича Чученко. Уважаемые коллеги, приветствую вас по случаю открытия 16-х Международной научно-практической конференции «Державицкие чтения», организованной Всероссийским государственным университетом юстиции при поддержке правительства Республики Татарстан и проходящей на площадке Казанского федерального университета. За годы проведения конференция прочно вошла в перечень значимых научных мероприятий, объединила своими целями и задачами известных ученых, представителей органов государственной власти, экспертного сообщества и студенчества. Проводимый научный форум традиционно отличается насыщенной актуальной повесткой, авторитетным составом участника, профессиональным уровнем дискуссии. Убежден, что результаты конференции позволят определить новые подходы к решению существующих проблем в сфере права и правоприменения. Хочу выразить уверенность, что державинские чтения пройдут в деловом, конструктивном ключе, послужат укреплению всестороннего сотрудничества в сфере образования и науки. Желаю участникам конференции плодотворной работы и всего самого доброго. Министр юстиции Российской Федерации Константин Анатольевич Чуйченко. Слово для доклада предоставляется директору Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, академика Российской Академии наук, доктору юридических наук, профессору Талие Яруловне Хабриевой. Доклад на тему «Генерация ресурсов права в условиях современных общественных трансформаций». Уважаемые коллеги, я тоже поздравляю вас с возможностью очного общения в гостеприимной Казани на форуме единомышленников, которые объединены именем Державина и энтузиазмом, неиссякаемым энтузиазмом организаторов. Это руководство Республики Татарстан, Казанского университета и Российского университета юстиции. В ноябре 2019 года я выступала в этом историческом зале и тоже обращалась к общественным трансформациям, глобальным общественным трансформациям. Тогда речь шла о цивилизационных кризисах, экологическом, антропологическом, речь шла о глобализации, деглобализации, технологическом прогрессе. Время прошло, и хотя комбинация факторов мирового развития, конечно, не статична, тем не менее, вновь надо констатировать, что технологические инновации сохраняют свое значение, в том числе, и об этом было сказано, и научные исследования этой новой для нас сферы. Но есть и нечто новое. Оно состоит в том, что сейчас мы переходим уже достаточно высокого уровня обобщением этих вопросов, и тем самым имеем возможность выходить на практическую апробацию. Я, пользуясь случаем, хочу представить здесь книгу о будущем права, которую подготовлены двумя учениками профессора Лазарева Валерия Васильевича, который находится в этом зале, профессор Казанского университета, а теперь профессор Института законодательства и сравнительного правительства Российской Федерации. А книгу сделали два его ученика, как я сказала, Хабриева и профессор Ран Черногоров. Вот популяризирую. Есть и другое то, что касается апробации результатов, то в частности учеными, учеными института подготовлена концепция комплексно-правово-регулирования отношений, связанных с развитием цифровой экономики. Это серьезная работа, и она, по сути дела, в ближайшее время получит значение акта правительства. Есть и третье. Постепенно от такого фрагментарного освоения технологического фактора в праве мы переходим уже к реализации более широкого, такого интегративного подхода к изучению этого явления. Это, в частности, осуществляется в рамках междисциплинарных проектов. Вот информация об одном из них вы видите на слайде. Это реализует наш институт совместно с институтами Российской академии наук. Я пользуюсь немножечко своим служебным положением, как заместитель президента Российской академии наук. Здесь привлечены институт философии, психологии, сотрудники Московского университета, Питерского университета. Я думаю, что поскольку это такой долгоиграющий проект, то и Казанский университет мог бы присоединиться к этому проекту. Я могу сказать, что есть уже некоторые результаты. В частности, речь идет о том, что обоснованы некоторые теоретические выводы, причем не все, они оптимистичны. То есть, например, относительно перспективы появления нового поколения прав, так называемых цифровых прав. Я вот в этом не уверена, и со мной соглашаются коллеги. Либо же юридическое оформление правосубъектности искусственного интеллекта, прогноз о возможной реализации сценария трансформации не только содержания формы, источников права, но и сущности права. Здесь, конечно, многое будет зависеть от того, как пойдет человечество в этой части на развилке, в которой главным является, какое место в системе ценности будущего формирующегося общества займет принцип свободы воли, который является базовым для права, причем соотношения с упомянутыми технологиями. Сохранится ли он в качестве исходного начала регулярных общественных отношений и упорядочивающих отношений людей, поведения людей. Усиление технологического фактора, его влияние на право, оно продолжается. Более того, сейчас все больше используются машинные коды. И если в 60-х годах прошлого века мы говорили только об идеях машиночитаемого права, были первые попытки, то теперь вполне реальные проекты. Если прежде я, вот в 2019 году я говорила о проекте австралийском, то теперь это сделано у нас в России, в центре Сколково. Подготовлена концепция развития технологии машиночитаемого права. Сейчас этот проект находится на экспертизе в Министерстве экономического развития. Мы, правда, дали очень разгромное такое заключение, поскольку институт законодательства тоже согласовывает документы, требующие отзыва правительства. Но все это демонстрирует тенденции к изменению методов и форм регулярной общественных отношений и управления поведением людей. И индивидуализации социального регулирования, даже персонализации или персонификации. И, соответственно, это прослеживается и в метаморфозах права. Усилением вот данной тенденции в социальной регулировании, конечно, может поставить вопрос о таком свойстве права, как нормативность или изменение баланса между нормативным и индивидуальным правовым регулированием. Но я думаю, что здесь линия сценария может проходить через отказ от нормативности и переходе к индивидуализации или персонализации на основе применения конвергентных технологий. Пример, предпосылки. Каждый из вас уже является объектом новейших маркетинговых технологий, потому что это все давно адресно, там учитываются ваши привычки, ваше настроение и так дальше. А если возьмем сферу публичного управления, то то же самое. Здесь уже проект вполне реализуем в том же Китае. Это система социального кредита или социального рейтингования. Поэтому прогноз создает новый контекст для фундаментальной проблемы равенства в праве, правового равенства, содержания и реализации соответствующих принципов. Но главный вопрос, конечно, принципы справедливости. Но не цифра единой, а задачена юридическая доктрина. В ее поле зрения и другие социальные трансформации. Вот то, о чем сказала Ольга Ивановна, пандемия тоже глобальный вызов права и всему человечеству. Здесь, надо сказать, наблюдается совершенно неадекватный ответ, потому что было предполагаемо, что должен быть дан интернациональный ответ, то есть силы международного права должны включиться. Но вы знаете, что наднациональные институты показали свою неэффективность, неоперативность и на сегодняшний день не предложены ни единой стратегии по борьбе с пандемией и кризисными явлениями, ни универсальных правовых средств. Более того, до сих пор не найден баланс универсального и национального в регулировании соответствующих отношений. Что делает государство? Они опираются на ресурсы собственного правового порядка. Они включают в управление этим кризисными явлениями свою матрицу ориентиров для корреляции ординарного и экстраординарного регулирования, ограничительных мер, в том числе прав и свобод граждан. И все эти системы носят локальный характер, то есть замкнутые, а ведь вирус-то не имеет границ. И они ориентированы на внутренние проблемы, собственные возможности и так дальше. Мы изучили практику, и надо сказать, что практика государств, верните прежде слайд, пожалуйста, надо сказать, что не очень много общих черт в управлении пандемическим кризисом в разных странах, но все-таки они есть. Почему их следует изучать? Ну хотя бы потому, что кризис пандемический, если не кризис, то сам вирус дан долго, а вероятность повторения таких сценариев очень высокая, поэтому нужно это изучать. И надо сказать, что говоря об общих чертах в управлении пандемическим кризисом, главный вывод в том, что именно в национальных правовых порядках происходит не только мобилизация, но и генерация защитных возможностей права, то есть воспроизводство известных и изобретение новых. А что является общим? А общим являются правые инструменты, они на самом деле общие, но специфика в их комбинации. И здесь надо сказать, что очень интересная практика России, и вы знаете, это уже признана, оказалась достаточно эффективной, это тоже очень важно на будущее. И что же следует предложить? Это опять же задача, о которой сказала Ольга Ивановна. Следует, по всей видимости, готовясь к будущим испытаниям, разрабатывать регулятивные шаблоны и алгоритмы в соответствии со стратегическими сценариями оперативного перестроения правовой регулировки на чрезвычайные рельсы. Вот по аналогии я напомню, что после Великой Отечественной войны в Советском Союзе строились, скажем, макаронная фабрика могла быть предусматривала возможность для перепрофилирования под завод по производству патронов, а школы строились как будущие госпитали с бомбоубежищами. Ну и примерно такое мы наблюдаем в прошлом году, когда вот в Москве культурно-развлекательные центры стремительно давали площадку и разворачивались, что разворачивались у нас там госпитали, связанные с борьбой с ковидом. Что это значит? Это значит, что в регулятивных шаблонах могут использоваться некоторые гибкие инструменты, например, акты временного действия, приостановление действий некоторых актов, кстати, в зарубежных странах это предусматривалось, оперативное перераспределение полномочий, ну и так дальше. А всё это в целом даёт возможность сформировать вариативные модели правового регулирования в ситуациях чрезвычайного характера. И я вот даже думаю, что упомянутые вариативные модели шаблоны вполне могут стать, очень жаль, конечно, но неотъемлюю частью современной правовой действительности. Но к этому надо готовиться. Современные социальные трансформации нашли отражение и на самом высоком, на конституционном уровне. Вот в этой аудитории можно об этом сказать, что одним из глобальных трендов трансформации правовой реальности является изменение вектора мирового конституционного развития. Он просматривается на примере государств, которые в 21 веке, в начале 21 века предприняли многочисленные конституционные реформы, в том числе с опорой на собственные государственно-правые традиции. Содержание российской конституционной реформы 2020 года тоже является примером отражения конституционной идентичности и утверждения самообытности. Кстати, это вполне созвучно идее наследия Гавриила Романовича Державина. И здесь я не хочу подробно останавливаться, потому что я знаю, что будет специальный круглый стол. Во всяком случае, можно сказать, что содержание конституционной реформы российской уже стало предметом исследований. И здесь, кроме меня, как сопредседателя рабочей группы по подготовке поправки конституции, эта группа была создана в распоряжении президента, находятся еще два члены рабочей группы, тот же Валерий Васильевич Лазарев, да, и Евгений Батырич Султанов. Надеюсь, что он тоже в зале. И здесь можно было бы продолжить, конечно, дискуссию на эту тему. А, и напомнить о том, что три представителя Казанской школы, Казанского университета участвовали в подготовке обновленной конституции. Ну как в альма-матор не похвалить университет. И я могу сказать, что конституционная реформа не только вернула нас к нашим историческим стокам, еще раз затвердила принцип преемственности, но мы сейчас создали конституционный образец, который вполне может повлиять на мировое конституционное развитие. У меня нет возможности сейчас долго на эту тему рассуждать, но во всяком случае, во всяком случае, вот то, что касается новых конституционных технологий, то это точно, что мы создали новый демократический эталон, где соединился потенциал законодателя, гаранта Конституции и конституционного творчества граждан. Вот мы обобщили более тысячи предложений граждан по поправкам Конституции. Сейчас я являюсь еще представителем президента по законам по реализации обновленной Конституции и могу сказать, что большинство предложений учтено, если не в Конституции, то в новых законах. И процесс этот запущен, и он еще продолжается. Но так я обращаю внимание на этот новый тренд, когда Конституционная новелла возвращает нас к собственной истории, к своим культурно-историческим истокам, то этот тренд, видимо, очень заметный, потому что появились уже и идеологемы, которые им противостоят. Причем это не только в политике, но и в том числе и в доктринальном пространстве. Это говорит о том, да, и, кстати, большим сожалению, я вот уже девятый год являясь членом Европейской комиссии демократии через право, представляя там Россию, Советы Европы, Венецианской комиссии, тоже вдруг озадачилась вопросом преемственности нашей Конституции. Хотя это нормально, когда мы признаем свою тысячелетнюю историю, свои истоки. И надо сказать, что эти концепции широко популяризируются и, как я привела пример, используются при международных оценках конституционного и правового развития разных стран. Это пример не только России, это Киргизия, недавний совсем пример, это Конституция Венгрии подверглась такому, такой, ну, критики можно даже сказать, наверное, да, Египта и так дальше. И в этих условиях практическое значение приобретает историко-правовая и историко-государствоведческая аргументация указанного курса. Вот здесь находятся преподаватели, в том числе и юридических дисциплин, в первую очередь юридического факультета Казанского университета. Но обратите внимание, насколько у нас сократилось преподавание истории государства и права. Практически вдвое. После этой Балунской конвенции, присоединения, я думаю, что это неверно. Сейчас, где мы можем черпать аргументы в диалоге с международной структурой, в том числе в истории. И к этому вопросу надо возвращаться. И в связи с этим, я думаю, что нужно продолжать наращивать научное знание, обеспечивающее доктринальную поддержку стратегии государственного развития в логике сочетания всечеловеческого, общечеловеческого и локального. Это такой полицентричный подход, который исходит из принципиального равноправия различных культур, в том числе правовой культуры, цивилизации, как альтернативы иерархическому соотношению универсального и национального вправе. И развивать концепции сразмерности универсального и национального не только вправе, об этом мы много говорим и пишем, но и в государстве и государственном строительстве. Понятно, что этим задачи юридической доктрины, они не ограничиваются. Часть вы видите тоже на слайде. И все-таки завершая разговор об основных сюжетах современных общественных трансформаций, я предлагаю следующие выводы. И думаю, что у нас будет возможность на круглых столах их обсудить. Первое, видим то, что право как универсальный регулятор является частью происходящих социально-экономических, общественных в целом, если говорить, трансформаций. И выступает не только инструментом, но и объектом трансформации, который демонстрируется динамику развития всех его сторон. И изменения претерпевают в том числе мировоззренческие основы права. Это вообще тема для отдельного разговора. Потому что от этого зависит и будущее эволюции права. И затем, как мне кажется, очень важное, и опять Валерий Васильевич Лазарев порадуется, бытие и судьба права, как и прежде, тесно связаны с государством. Согласно, Валерий Васильевич, вы мне тут такую позитивную критику дали по книге, я с вами соглашусь. И генерация ресурсов права происходит прежде всего благодаря государству в результате его созидательной деятельности. И мы этот пример видим в течение года с лишним, пандемического года с лишним. Но вот воспроизводство ресурсов права, как и самого права, будет происходить в особых условиях, в особой системе координат. И здесь уже противоборствуют. Альтернативные стратегии цивилизационно-общественного и мирового развития и, как следствие, разные концепты универсального и национального вправе. Социогуманитарные и технологические приоритеты правового регулирования. Ценности техногенной и традиционалистской цивилизации. Гуманитарные и так называемые техническое правопонимание. Я думаю, что в любом случае, в любом случае, можно говорить о том, что главной задачей юридической науки, как и право в целом, остается минимизация возникающих противоречий и сохранение прочной научной основы для права творчества и права применения. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое, это Илья Ируловна. Первые державинские чтения были организованы именно нашими уважаемыми коллегами, филологами в Казанском федеральном университете. И сейчас я хотела бы поздравить уважаемых коллег с Днём филолога. Так вот случилось, что 25 мая традиционно отмечается как День филолога. И пригласить для доклада я хочу уважаемого поэта, члена Союза писателей Республики Татарстан, первого лауреата Республиканской литературной премии имени Гавриила Романовича Державина, лауреата Государственной премии Российской Федерации Рената Хариса. Его доклад называется «Его гений думал по-татарски». Татарские переводы от Державина в контексте диалога русской и татарской литературы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Приветствую вас с началом очередной, я думаю, нескончаемой научно-практической конференции, посвященной великому нашему земляку Гаврилу Романовичу Державину. Мой доклад немножко другой. Мне пришлось чуть изменить тему своего выступления. Слова Пушкина «Ей Богу его гений думал по-татарски», вынесенные на заголовок доклада, требуют всестороннего, целенаправленного изучения творчества Державина, прежде всего с лингвистической, стилистической стороны. Я поэтому назвал свой доклад «Великие метафоры в поэзии Державина и Тукая». Мы знаем, что Державин гордился своим татарским происхождением, что язык его поэзии, построение фраз были необычны, но этого недостаточно для того, чтобы соглашаться со словами даже Александра Сергеевича Пушкина. Наверное, это тема для будущих конференций. Я не лингвист, я просто писатель, восхищающийся истинной поэзией. Моё восхищение творчеством Державина продолжается более 60 лет, а Тукаем даже больше. Я перевёл «Великую оду Бог» и издал первую на татарском языке книгу Державина «Кизляю», написал несколько статей об особенностях перевода его произведений на татарский язык. О Тукая я написал и поэмы, и множество стихов, и статей. По моему либретто поставлена опера о нём «Любовь поэта». Создан первый музыкальный фильм «Озари мне душу песней». И чувствую, что параллельные лучи поэтической энергии этих поэтов сомкнулись в космической сфере моей души, как две параллельные прямые пересекаются в бесконечности. Во все времена мощь человеческой мысли определялась проникновением в глубины сути человеческого бытия, предназначения человека и определения смысла жизни. Великие умы в поисках подтверждения либо своих догадок, либо ответов на космогонические вопросы обращались к самым великим из таинств – к таинству Бога и к таинству души. Среди них были, есть и ещё будут поэты, пытающиеся проникнуть в эти метафизические глубины. Ибо по сей день существует мнение, что Бог или Аллах или Высший Разум могут ответить на все вопросы, на которые наука пока не может отвечать. В этом контексте очень интересны для меня поэтические опыты именно Гаврилы Романовича Державина и Габдулы Тукая. Державин одним из первых в мировой литературе дерзнул не только беседовать с Богом, но и возжелал изобразить словесно того, кто в православии един в трёх лицах. О, Ты, пространством бесконечной, живой в движении вещества, течением времени привечной, без лиц в трёх лицах божества, Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто всё собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. И двадцатилетний Тукай дерзнул не только осторожно задать Аллаху вопрос, но даже предъявить ему претензии. Почему Ты, о Боже, столь разным создал людей? Почему я ничтожней, ничтожнейшей твари Твоей? Почему Ты не радость, а горе мне в спутнике дал? Иль во мне и начало, и устье поток оскорбей? Ни в моей ли не доле злочастного мрака исток не родиться бы вовсе, то было б, пожалуй, умней. Тукай, хотя и более ста раз в своих произведениях упоминал Аллаха, не пытался ни описать его, ни рассуждать о его сущности, ибо был воспитан в мусульманских традициях, не допускающих лицезреть в каком-либо образе. Аллах для мусульман везде сущ, всемогущ, вечен и невидим. Однако Тукай, назвав Аллаха в стихотворении надежда фикрем кияша, то есть солнцем мыслей и разума, просит его показать ему свое лицо. И державен, и державен Бога называет. Бога, ты свет, откуда свет истек? К сожалению, Анна Ахматова перевела эту страфу Тукайя неправильно, превратив высший разум в драгоценную свечу, отчего стихотворение потеряло очень многое. В православии Бог-сын, которого Бог-отец создал по образу и подобию своему, имеет изображение в иконах. И это, казалось бы, дает моральное право поэту создавать зримый образ Бога, но державен почему-то не решается на это и восклицает, неизъяснимый, непостижный. Я знаю, что души моей воображение и бессильны, и тени начертать твоей. Но державен не отступает от своего намерения и находит гениальный ход для изображения Бога. Он единству в трёх лицах даёт своё реалистичное, светское толкование. Автор, кроме богословского, православного нашей веры и понятия, разумеет тут три лица метафорические, то есть бесконечное пространство, беспрерывную жизнь в движении вещества и нескончаемое течение времени, которое Бог в себе совмещает, говорит он. О да Бог является поэтическим изложением именно такого философического толкования. Мне показалось, что, обращаясь к Богу, Гаврил Романович употребляет слова-эпитеты, которые входят в состав 99 имён Бога Аллаха, характеризующих его качество. Создатель – холик, привичный – бахи, единственный – ахат, свет – нур, вечный – самат, благ-податель – разак, величественный – мутакаббир и так далее. Но это, по-моему, ни в коем образе не говорит ещё о том, что Державин воспользовался Кораном, хотя священная книга мусульман в то время была уже переведена на русский язык с французского. Возможно, он даже читал её, ведь в воде к Фелиции, написанной за два года до оды Бог, он обращается к пророку Мухаммаду со словами «Прошу великого пророка, до праха ног твоих коснусь, до слов твоих сладчайших тока, и лицезрение наслаждусь». Но эта случайность тоже требует тщательного, целенаправленного изучения. Мне кажется интересным и то, как понимали Державин и Тукай душу, который, по словам Державина, «парит в пиитах в высоту», которые часто встречаются у всех поэтов разных эпох и народов. В основном душа – нечто метафизическое, непонятное, таинственное, нематериальное вместилище судьбы, счастья, сути человека. Но в наше время поговаривают о материальности души, даже установили её вес якобы в 17 граммов. А немецкий поэт Гёте, опередив нас на полтора века, в трагедии Фауст, представил душу даже как конкретный товар, который продаётся и покупается. Но всегда и у всех народов понятие душа торжественно понятию бессмертия, о котором думали во все времена, думают и будут думать. Гаврил Романович Державин этому великому понятию в 1797 году посвятил целую оду бессмертия души, в которой уверовал, что бессмертие – стихия наша. Мне кажется, что эта ода является продолжением оды Бог и углублением поэтического осмысления сущностей Бога. После 13 лет размышления поэт решительно возглашает «Умолкни, чернь, непросвященно, слепые света мудрецы, небесная истина священна, твою мне тайну, ты, прорцы, вещай, я буду ли жить вечно, безмерна ли душа, бессмертна ли душа моя, все слово мне гремит превечно, жив Бог, жива душа твоя». Эта ода Державина, по сути, является поэтическим трактатом о душе, о ее всевозможных ипостасях и требует тоже специального такого кропотливого изучения. Но мы сосредоточимся на том, как понимал эту субстанцию Тукай. У Державина душа, отделясь от тленного мира, возлетает к Творцу. И у Тукая она парит в высоте, ибо сотворение она такова. «Юк, тюбян куалмаз вужан, фитратта гали булганул». Нет, душа не будет низкой, высота – ее удел. Или «Ощ, что да не ящит лганнен, торсанап кюнглем хоше». Из-за стесненности улетела из клетки мира птица души моей. На татарском языке душа равноправно существует и как джон, и как кюнгель. В заключение можно сказать, что для Державина Бог – Создатель Вселенной, всего живого и неживого. Он всемогущ, вездесущ, Он – Судья, Каратель, Спаситель. Человек Державина в Боге и с Его помощью познает самого себя, а у Тукая, как и у Гёте, человек в Аллахе ищет смысл жизни. Для Тукая Аллах – высшая нравственность, высшая идея, высший идеал человека, его сущность. Аллах испытывает человека жизнью. Кстати, у Гёте Господь близок к короническому Аллаху. Значит, его строки из цикла стихов «Западно-восточный диван», если вы помните, он говорит, «Когда ислам и вправду послан свыше, нам всем в исламе жить и умирать вовсе не случайно». И в завершении смею сказать, что диалог между христианством и исламом благоприятно влиял и влияет на литературу и искусство, что Бог и душа стали великими метафорами мировой литературы. Эти великие интертекстуальные божественные метафоры сближают конфессии, народы, государства, рассуждения о Боге и душе, душе вечной, ибо в них есть необъяснимая волшебная сила, превращающая обыкновенную фразу в поэзию, а поэзию – великую нравственную, эстетическую и миротворящую силу, как это видно из творчества русского поэта XVIII века Гавриила Державина и татарского поэта XIX века Габдуллы Тугая. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Слово для выступления предоставляется уполномоченному Российской Федерации при Европейском суде по правам человека заместителю министра юстиции Российской Федерации Михаила Львовичу Гальперину. Тема доклада – глобальные вызовы для международного права. Пожалуйста, Михаил Львович. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, добрый день. Хотел еще раз поприветствовать участников конференции. Хотел еще сказать, что у нас с Казанским университетом всегда очень плотные научные связи. Здесь присутствует тоже Намир Хамич Валеев, процессуалист, который, в том числе, мы вместе работали над вопросами исполнительного производства. Поэтому можно сказать, что не покриву душой, когда скажу, что чувствую себя как дома здесь. Поэтому спасибо большое еще раз за приглашение. Всегда рад быть с вами. Я буквально хотел поделиться некоторыми соображениями, даже не в целом, по поводу глобальных вызовов для международного права. Я думаю, что это можно было лекцию сделать часов на 6-8 по этому вопросу. Тем более, по моей профессиональной деятельности как уполномоченного при СПЧ тоже есть много чего сказать и хорошего, и плохого, и надо порефлексировать. Я хотел, наверное, продолжить во многом то, о чем Талия Рулна говорила и чем занимается во многом институте законодательства сравнительного правоведения в части толкования вопросов права и вызовов для права в новую эпоху. На примере, в том числе, права международного. Могу сказать, что в известном труде «Читая право» есть такой труд «Ридинг Ло», одним из авторов которого является такой, можно сказать, легендарный судья Верховного суда США Антонин Скалли. Такая толстая книга, посвященная именно правилам толкования права. Он выделил 57 канонов для толкования текста законов или текста конституции. Ну, я вот когда учился в университете 15 лет назад, не знаю, может быть, был двоечником, хотя вроде с красным дипломом закончил университет, я знал, наносил 3-4, наверное, правила толкования законов. Но вопросы толкования, конечно, уже давно не являются техническими. От них зависит соотношение международного и национального права, понимание основополагающих прав и свобод человека, основы конституционного строя, вообще в целом место страны международной системе координат, эффективность правовых средств защиты национального суверенитета и убедительность наших вообще доводов в диалоге с иностранными партнерами, с иностранными и надгосударственными юрисдикциями. Толкование, и я это попробую продемонстрировать дальше, стало настоящим инструментом в так называемой юридической войне. Это не тот термин, который мы придумали, это термин, который наши оппоненты часто используют. Ну и не секрет, что конфликтам и даже коллизиям юрисдикции проводят не текстуальные различия в национальных конституциях, например, и международных договорах, а разное понимание судами одних и тех же норм использования разных подходов к толкованию юридических текстов. И уверен, что вы знаете, что, например, Конституция Российской Федерации, во всяком случае, глава, посвященная правам и свободам человека, и Европейская Конвенция защиты прав человека написаны вообще одними и теми же фразами, не просто принципами, но одними и теми же фразами. Но смысл этих фраз часто искажается в результате применения так называемого эволютивного толкования, расширительного толкования этих фраз Европейским судом по правам человека, который воспринимает Конвенцию, как он называет живой инструмент, living instrument. И смысл, соответственно, который может, по мнению суда, одни и те же фразы меняться со временем, независимо от того, что, собственно, было сказано в тексте самой нормы, или вообще независимо от того, что имели в виду ее создатели, когда написали эту норму. И именно этот подход, которому, кстати, не так много лет, это около 20 лет практикуется, этот подход как раз и побудил Россию и другие страны выработать в национальных правовых системах механизмы защиты вот таких вот произвольных толкований, произвольных решений международных судов. Ну, проведу, я думал, какой пример можно привести. К счастью, наверное, для меня этот пример очень легко найти в практике Европейского суда по правам человека. Например, показательный пример эволютивного подхода постановление ЕСПЧ недавнего по делу Би против Швейцарии. Оно вынесено в октябре прошлого года. Дело касалось различия по половому признаку условий получения социальных выплат в связи с вдовством. То есть, если по швейцарскому законодательству вдовы с детьми, женщины-вдовы, могли получать выплаты в дальнейшем в связи с потерей кормильца без ограничения срока, а вдовцы, то есть мужчины, только до достижения младшим ребёнком 18-летнего возраста. Ну и власти государства-ответчика Швейцарии в Европейском суде по правам человека представили много документальных доказательств, что такое различие не было случайным, что законодатель сознательно пошёл на эту дифференциацию с учётом финансовых возможностей бюджета, социологических исследований, свидетельствующих, что мужчинам, как правило, легче, чем женщинам ещё до сих пор вернуться на рынок труда после достижения совершеннолетних детям, а также презумпции того, что именно мужчина несёт до сих пор основное бремя содержания семьи. И этот подход был подтверждён Верховным Федеральным судом Швейцарии. Но ЕСПЧ решил, что если на момент принятия в конце 40-х годов этого закона швейцарского, и в этот же, кстати, период была принята и Конвенция о защите прав человека европейская, такой подход подразумевался и допускался, более того, допускался в течение 70 лет существования Конвенции и этого закона, то теперь в современных условиях он не актуален и противоречит Конвенции в защите прав человека и основных сводбод, запрещающие половую дискриминацию в сфере частной и семейной жизни. И при этом, как мы понимаем, безусловно, текст 8-й и 14-й статьи Конвенции, на которые сослался суд за эти 70 лет, никак не поменялся, то есть он остался ровно таким, какой он был. Известное российское дело, наверное, вы о нём тоже прекрасно знаете, это дело Константин Маркин против России, которое касалось права на отпуск по уходу за ребёнком для мужчин-военнослужащих. И это как раз было одно из первых дел, когда возник конфликт толкования содержания одних и тех же норм российским конституционным судом и европейским судом по правам человека. И как раз, наверное, развитие этого конфликта толкования по некоторым вопросам и привело к появлению сначала в практике конституционного суда, потом в федеральном конституционном законе, а затем и в Конституции в прошлом году соответствующие механизмы реагирования национальной юрисдикции на такого рода коллизии. Ну, аналогичные подходы есть и в других странах Совета Европы, Великобритании, в Австрии, в Италии, в Германии, в которых высшие суды также могут оценивать позиции международных судов, если они противоречат пониманию тех или иных норм национальными правопорядками или основаны на неправильном произвольном толковании норм права. Проведу еще один пример. В мае прошлого года Федеральный конституционный суд Федеративной Республики Германия признал неправомерными меры Европейского Центрального Банка, которые были направлены на стимулирование экономики еврозоны денежными вливаниями. Это решение прямо пришло в противоречие с позицией Европейского суда справедливости в Люксибурге, который как раз ранее посчитал такие меры правомерными и соответствующими европейскому правопорядку. Но конституционный суд Германии с этим не согласился, не согласился с Люксембургским судом и отметил, что, конечно, если любое государство член ЕС будет определять с помощью собственных судов, действительно ли акты ЕС или не действительно, это может поставить под угрозу их единообразное применение. Тем не менее, если бы государства члены ЕС полностью воздерживались от проверки в той или иной степени наличия соответствующего ультравируса, то есть явного превышения органам полномочий, то они предоставили бы органам ЕС исключительные полномочия в отношении договора о создании ЕС даже в тех случаях, когда ЕС, это цитата Конституционного суда ФРГ, принимает толкование, которое, по сути, равносильно внесению поправки в договор или расширению компетенции суда. И Конституционный суд ФРГ заявил о том, что вообще толкование договора, используя международным судом, может быть отвергнуто национальным судом. Если такое толкование, это, опять же, цитата, невразумительно и, соответственно, объективно-произвольно. Эволютивное толкование, которое все чаще используется международными судами, представляет собой наиболее радикальную версию толкования на основании цели, так называемую, и его называют пурбосивизм, перпосивизм. При том, что, как было продемонстрировано на этом швейцарском деле, зачастую сознательно игнорируется не только буквальное значение слов юридического документа, но и явно выражено намерение, на самом деле, настоящая цель авторов этого документа. Есть и такой подход в западной юриспруденции как толкование консеквентализм, как бы, от consequences, последствия по-английски, и при таком подходе толкователь исходит из наиболее желательных для себя последствий интерпретации текста. Но вообще-то тогда это вообще нельзя назвать толкованием. То есть это фактически подгоняется текст под те цели, которые хотят достигнуть. Ну, как правило, толкование на основании вот этим видом толкования противопоставляется текстуальное толкование, так называемое, в соответствии с которым судья при толковании и применении нормативного текста должен абстрагироваться от своих собственных взглядов и ценностей, персональных предпочтений, должен действовать, как говорят американские юристы, как верный агент-законодателя, то есть проводя в жизнь именно те слова, которые последний включил в текст закона. Наиболее ярко принципы текстуализма проявляются в таком подходе еще одном, еще позволю себе один термин, который называется оригинализм, и в том числе в сменившей в 2016 году верховном суде США умершего, судью Скалли, как раз который написал книгу, о которой я упомянул в начале своего выступления, вот сменивший его судья Нил Горсач в своей коллоке для журнала Time назвал оригинализм лучшим подходом к конституции. Эта концепция придерживается и назначенная в прошлом году, как мы помним, президентом Трампом, женщина, судьей Верховного суда США, профессор конституционного права, кстати, Эми Барретт, которая изложила ее следующими словами. Я толкую конституцию как закон, я толкую ее текст как текст, и я исхожу именно из того значения текста, которое он имел, когда был принят. И это не мое дело обновлять значение текста или вкладывать в него мои собственные взгляды. Ну и говоря об американской конституции, следует отметить, что это документ, который больше 200 лет назад был принят, но при этом вот оригиналисты, которые относят себя и новая судья Верховного суда, они отвергают даже возможность использования при толковании текста закона пояснительных и иных подготовительных материалов, поскольку, по их мнению, даже они могут исказить первоначальный текст, буквальный смысл соответствующих актов. Ну и, соответственно, оригиналисты полагают, что если необходимо актуализировать текст, то это должен сделать сам законодатель. Ну, естественно, вот эти вопросы, как мы толкуем закон, они напрямую влияют и на основополагающие, еще раз это повторю, основополагающие механизмы, как мы понимаем вообще принцип разделения властей на судебную, исполнительную, законодательную, что какой должны быть судьи, кого нужно избирать в суде, как они должны мыслить. Например, по словам самих американских юристов, возможность эволютивного толкования заставляет в США, как мы знаем, оценивать кандидатов в суде не столько с точки зрения их профессиональных качеств, то есть юридических знаний, а как там, или беспристрастность, знание права, профессиональная репутация, а на основании того, и это опять же цитата американских юристов, смогут ли они разглядеть в Конституции право на однополые браки. То есть таким образом отбор судей становится политическим процессом, то есть выбираются те судьи, которые придерживаются тех или иных политических взглядов, и, кстати, мы такие же подходы видим и международных трибуналов, включая Европейский суд по правам человека. Ну, естественно, любая форма вот этого эволютивного толкования предполагает возможность вторжения власти судебной, власть законодательную, исполнительную, ну и, наверное, все-таки недопустимая ситуация, когда несколько судей, даже очень уважаемых квалифицированных юристов, заменяют собой, как это происходит в некоторых странах общего права, сотни избранных народом, членов парламента, законодателей, которые должны выносить и обсуждать политические решения. Соответствующие подготовленные, и эти решения фактически заменяются, ну, решением узкой элитарной группы юристов. Как бы нам, юристам, не было бы приятно, что это действительно юристы принимают такие важные политические решения. Ну, указанные тенденции, опять же, характерны не только для национальных судов, систем общего права, но и для международных трибуналов, как постоянно действующих судов международных, так и арбитражей международных. Не секрет, например, что инвестиционные арбитражи, которые состоят из частных лиц, арбитров, не подчиняются характерным для национальных судебных систем, требованиям беспристрастности и профессионализма. И как раз эти трибуналы и частные компании часто подталкивают к решению вопросов экономической, экологической, социальной, налоговой политики государства. Известный, но не единственный случай, это обращение группы компаний Филипп Моррис, например, против Уругвая, но там было обращение против других стран, в инвестиционный арбитраж с требованием отменить принятые властями законодательные меры по борьбе с курением. То есть международный арбитраж требовали отменить законы, принятые парламентом, поскольку, по мнению инвесторов, они нарушают, то есть они влекут падение прибыли этих компаний. Соответственно, от международного арбитража требовали либо отменить законы, принятые парламентом, либо заплатить многомиллионные компенсации за снижение показателей продаж сигарет. Зачастую арбитражами игнорируются не только позиции высших национальных судов и парламентов, но и вообще факт, что соответствующий международный договор не был ратифицирован. В этом случае вообще можно говорить о нарушении права на законный суд, гарантированной не только национальными конституциями, но и статьей 6 Европейской конвенции о защите прав человека. Известный пример этого – это дело ЮКОСа, которое было разрешено инвестиционным арбитражем против Российской Федерации на основании не ратифицированного российским парламентом договор к энергетической хартии. И как раз это тот, наверное, это может быть уважаемым студентам будет интересно, это как раз тот случай, когда вопрос толкования, а вообще вопрос толкования одного слова такое стоит 60 миллиардов долларов США. То есть от толкования одного слова зависит иск на 60 миллиардов долларов США в инвестиционный арбитраж. Напомню, что в части первой статьи 45-й договора к энергетической хартии предусмотрено, что его временное применение без ратификации осуществляется в той степени, в которой такое временное применение не противоречит Конституции, закону или нормативно-правому акту соответствующего государства. В этой фразе слово такое было истолковано уже разным образом, три раза разными международными иностранными судами. Сам инвестиционный арбитраж в 2014 году согласился с СССами и решил, что речь идет о применении договора в целом. То есть имеется в виду, что если такое временное применение вообще известно российскому праву, то есть вообще институт временного применения, то тогда, соответственно, он применяется в полном объеме, включая соответствующую арбитражную оговорку. Нидерландский суд первой инстанции в свою очередь, когда восматривался вопрос об отмене решения арбитража по заявлению Российской Федерации, изучив тексты договора на разных языках, согласился уже с Российской Федерацией и постановил, что временный те положения договора, которые отличаются от национального регулирования. Апелляционный суд Нидерландов, в свою очередь, пришел к неожиданному выводу, что любое положение договора применяется, если только в национальном праве подписанта прямо не будет указано, что именно это положение договора не подлежит временному применению. Но таких, конечно, такого индикации нет ни в одной стране мира, что прямо в законодательстве должно быть прямо указано, что вот это положение законодательства, если ему противоречат нормы международного договора, такой международный договор не будет временно применяться. Ну и, соответственно, теперь слово за Верховным судом Нидерландов, а может быть и за Европейским судом справедливости в Люксембурге, если Нидерландский суд обратится теперь за толкованием слова «такое» в Европейский суд справедливости в Люксембурге, как раз в том числе на чем настаивает Российская Федерация. Ну, уже завершая свое выступление, хотел бы сказать, что, конечно, вопрос оттолкования юридических терминов и формулировок остро стоит и в формирующихся новых отраслях международного регулирования, в том числе в сфере международной информационной безопасности. Так, например, некоторые западные страны используют термин «кибербезопасность». Российская Федерация и ряд других стран – слово «информационная безопасность». Причем кибербезопасность, как правило, понимается именно как защита компьютерной информации, информации и каналов связи. А информационная безопасность – более широкий термин, который в том числе охватывает безопасность любой передачи информации и любого информационного воздействия на людей. Ну и, соответственно, от того, как мы толкуем тот или иной термин, очевидно, зависит сфера применения международных конвенций и в целом последствия действий субъектов международного права. Ну, безусловно, наверное, хорошая новость заключается в том, что мы, юристы, все-таки умеем толковать нормы. И я надеюсь, за 15 лет, которые прошли с того времени, как я закончил университет, студенты знают все больше и больше правил толкования закона. Но мы знаем, что и цивилисты хорошо умеют толковать право. Эти правила толкования даже у нас в Гражданском кодексе закреплены. Мы знаем и примеры позиций российских и зарубежных судов, международных судов и арбитражей, которые как раз стали примером взвешенного, логичного толкования тех или иных норм договоров. Но это не значит, что мы с вами должны останавливаться и не должны стремиться все-таки к четким правилам, которые используют для толкования нормативных текстов, как национальных, так и международных. И миссия по выработке подходов к толкованию лежит не только на судах и на суде, но и на ученых, на юридической науке. И без лишнего пафоса можно сказать, что от решения этой задачи зависит в целом будущее доверия к закону и суду, уважение и взаимопонимание, взаимодействие правовых систем. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое, Михаил Львович. Уважаемые коллеги, и в заключении нашего пленарного заседания я хотела бы предоставить слово для приветствия заместителю директора Федеральной службы судебных приставов, заместителю главного судебного пристава Федеральной службы судебных приставов Захаркина Елене Юрьевне. Пожалуйста, Елена Юрьевна. Уважаемые участники и гости конференции «Державенские чтения». От Федеральной службы судебных приставов приветствую вас в таком удивительном городе нашей страны, как Казань, столице ведущих учебных заведений, куда ежегодно приезжают поступать тысячи молодых людей, окончивших школы в разных городах России. В очередной раз державенские чтения, несмотря на трудности, происходящие сегодня в мире, стали площадкой для встречи известных ученых, практикующих юристов, педагогов, государственных и общественных деятелей, а также студентов, чтобы делиться опытом, мнением и взглядами по вопросам современной юриспруденции. Мы живем в мире глобальных изменений, стремительно развивающихся технологий. В этой ситуации сложно переоценить важность цифровой трансформации и принудительного исполнения. Защита законных прав граждан на исполнение судебных актов всегда была и остается приоритетной задачей Федеральной службы судебных приставов. Активно внедряя и используя информационные технологии в процессе своей деятельности, ФССР стремится к созданию максимально эффективного и современного принудительного исполнения. Уверен, что результаты сегодняшних обсуждений в рамках конференции будут мотивацией для дальнейшего цифрового развития системы принудительного исполнения и гражданского судопроизводства. Желаю всем продуктивной работы. Директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Арестов. От себя, Ольга Ивановна, хотела бы поблагодарить за возможность участия в конференции и в рамках рабочих встреч и круглых столов мы отдельно подготовили доклад по цифровой трансформации принудительного исполнения, о чем будем готовы поделиться со студентами, принимающими участие в конференции. Спасибо всем. Удачной работы. Спасибо большое, Елена Юрьевна. Уважаемые коллеги, что касается пленарного заседания, оно у нас завершается. Мы прослушали все доклады, которые у нас запланированы, приветственные слова прозвучали в наш адрес. Поэтому мы заканчиваем работу. Наша пленарка заканчивается еще, у нас круглые столы, впереди коллеги. Я благодарю всех за работу и желаю всем успехов. Успехов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»